Ученые описали гибрид Нарвала и Белухи. Биология бестиарий 17-19-20 июнь-2019. Сложность 3.1. Ученые описали гибрид Нарвала и Белухи. Белуха – вверху, и Нарвал – внизу. Иллюстрация из книги British. Биологи описали гибрид Нарвала и Белухи, сообщается в Scientific Reports. Он оказался самцом, матерью которого была самка Нарвала, а отцом – самец Белухи. В руки ученых попал только череп животного, поэтому они проанализировали только строение зубов, которое различается у обоих видов, а о внешнем виде гибрида ничего неизвестно. Зубатые киты Белухи и Нарвалы являются единственными представителями семейства Нарваловых. Они примерно одинаковых размеров, самцы достигают 5,5 метров в длину и весят 816,00 килограммов. Самки немного мельче самцов. Виды различаются окраской взрослые Белухи белого или светло-серого цвета. Нарвалы покрыты серыми, коричневыми и белыми пятнами. У Белух бывает до 40 зубов, у Нарвалов зубов нет, они глотают добычу целиком, за исключением двух верхних. Один из них, как правило, у самцов, образует бивень, который может достигать в длину 3 метров, а второй обычно не прорезается. Однако изредка у Нарвалов вырастают два бивня. Оба вида обитают в Арктике и их ареалы частично пересекаются. Период спаривания у Белух продолжается с весны до осени, у Нарвалов пик приходится на весну. Оба вида питаются рыбой и головоногами. Белухи способны нырять за добычей на глубину до 500 метров, Нарвала еще глубже, до 800 метров. Ареалы Белух, А, и Нарвалов, Пи, Си, побережья Западной Гренландии. Место, где охотник поймал гибрида отмечено красным кружком. Синим и зеленым отмечены места, где исследователи брали ткани Нарвалов и Белух, кружки, из которых выделяли ДНК, и черепа, треугольники, образцы которых использовали для изотопного анализа. М.Сковранд и Этал. Сиентифик Репортс. 2019 поделиться. Предположительно, последний общий предок двух видов жил около 5 миллионов лет назад. Однако Нарвалы и Белухи неоднократно скрещивались между собой и позднее, перенос генов между ними прекратился 1,25-1,65 миллиона лет назад. Недавно ученые обнаружили новое свидетельство скрещивания двух видов. В 1990 году ученым попал в руки череп кита странного вида. После первоначального осмотра исследователи предположили, что он принадлежал гибриду Нарвала и Белухи. Череп был крупнее, чем черепа Белухи Нарвалов, с зубами, но некоторые из них были ориентированы горизонтально. Охотник, который занимался промыслом в заливе Диска на западе Гренландии, рассказал, что он поймал не только эту особь, но и двух похожих, но их останки не сохранились. Череп долго хранился в Национальном музее Дании в Копенгогене, пока датские и канадские исследователи под руководством Эллен Лоренцен из Копенгогенского университета не начали его анализировать. Слева направо – черепа Нарвала, гибрида и белухи. Поделиться. Исследователи взяли образцы ДНК из зубов и секвенировали митохондриальные ядерные геномы животного. В качестве референсных они использовали геномы восьми нарвалов и белух, обитающих неподалеку от Западной Гренландии. Также ученые проанализировали соотношение изотопов углерода, вопросительный знак 13С, и азота, вопросительный знак 15Н, которые позволяют оценить рацион животного. В частности, соотношение изотопов азота свидетельствует о том, на каком трофическом уровне находится добыча животного, то есть позволяет определить ее место в пищевой цепи. Соотношение изотопов углерода позволяет оценить, какими организмами питалось морское животное придонными или пилогическими, живущими в толще воды. В качестве референсных авторы исследования использовали данные, полученные из коллагена 18 нарвалов и 18 белух. Оказалось, что череп принадлежал гибриду, самцу, матерью которого была самка нарвала, а отцом самец белухи. Генетически он на 54% был похож на белуху и на 46% на нарвала. Ученые отмечают, что продолжительный брачный сезон эмиграции, оба вида зимой мигрируют на юг, уменьшают вероятность перекрывания ареалов. Залив Диска является одним из немногих известных мест, где во время брачного сезона встречается много белухи-нарвалов. Соотношение изотопов углерода и азота в останках гибрида отличалось от соотношения изотопов и у нарвалов, и у белух. Значение 13c оказалось необычно высоким. Это говорит о том, что гибрид кормился по большей части придонными животными, а не пелагическими, то есть, теми, кто живет в толще морских вод и составляет обычный рацион нарвалов и белух. По мнению ученых это могло быть связано с его необычным строением зубов. Но судя по значению, 15n, которая сравнима у нарвалов, белух и гибрида, его добыча находилась на том же месте в пищевой цепи, что и рыба и головоногие, которыми питаются нарвалы и белухи. Недавно биологи выяснили, что у самок и нарвалов, и белух наступает менопаузо, то есть, с определенного возраста они утрачивают способность к размножению. Таким образом, на сегодняшний день известно 5 видов млекопитающих, у которых существует пострепродуктивный период, человек и 4 вида зубатых китов помимо нарвалов и белух. Это касатки и короткоплавниковые гринды. Екатерина Русакова Продолжение следует...